я шла шла потом мне так смешно стало я решила включить свою камеру тут написано что redland city консул предупреждает жителей местных что вот эта часть тротуара именно с этой стороны будет скором будущее обновлена вот что не так вот с этим тротуаром вот что с ним не так я вот там отъехала прекрасный тротуар что там с ними так ну серый стал не белый вообще никуда деньги девать как будто бы люди бездомные ну какой красивый садик вау такие колокольчики конечно их можно найти насадить и себе такой садик я думаю это несложно разноцветные такие каждый год они тут цветут каждый год эти ромашки и колокольчики красиво будут обновлять тротуар я вообще по нему катилась без проблем вот сейчас на скутере никаких дырок нет щелей трещин ничего нет зачем его обновлять азалии у нас сейчас время азалий конец весны шо я милю шо я милю конец зимы вот он то ли продался только то фосейл на продажу домик вот можно прикупить да вот в конце зимы и в начале весны у нас время азалий цветут азалии там лес а тут школа и детский сад люди живут вот так вот себе люди живут живут у нас очень популярно такие денты просто себе натянул надо никаких гаражей пристроек парку себе машину там на передней части двора очень хорошо и перголы надо строить у нас пергола для машин впереди дома до школа государственная школа так вот выглядит для меня странно и много-много таких зданий маленьких больших можно догадываться что для разных надобностей разных предметов ну вот чем плохой тротуар у нас везде выложены из вот таких вот бетонных плит чем плохо нигде ничего не треснула на века на века тротуар ну по крайней мере ближайшие десять лет уж ну точно бы выставил ничего с ним не случилось ходи себе по нему и людей то нет чтобы по ним ходить по этим тротуаром детский садик там площадочки там они играются невестка наша работает в детском саду и внук моего мужа такой непослушный непослушный такой настоящий пацан такой придумку вот и все всякие гадости делает ну как ребенок но такой очень озорной очень подвижный может потому что он сладкое безумно любит и они его так любят и кормят его всеми этими сладостями вот эта школа а это детский сад вот так она говорит невестка что у меня 10 таких но она там не одна их там три или четыре воспитательницы потому что на каждое на каждую воспитательницу должно быть небольшое количество детей вот чтобы их воспитывать учить смотреть за ними не так уж им и плохо этим воспитательницам он тут у нас в австралии а это домах я тут ездила уже но если вам не надоело то посмотрим опять просто улица цветут гравилии на зиму опали деревья скоро вырастут листья так там машин нет зачем они их пили апгрейд как мы у нас у нас говорят русский апгрейд обновляют переднюю часть украшают улучшают дома люди что-то хотят по-новому себе сделать какой-то дизайнер может быть даже ландшафтные приедет к ничуть это она советует для этого надо было спилить большие деревья может такие вот росли красиво не знаю мы не пили деревья хотя вообще-то надо было бы прорядить лесок которые у нас там в глубине двора вырастает очень много ненужных таких мусорных деревьев откровили не одна много их птички которые питаются нектаром голубоглазка я тут называют блуайт как-то там синица такая длинным клювом но она не синица конечно так значит вот здесь есть въезд в лес но это для велосипедистов там такие холмы холмы вот опять гравелия такие причудливые стволы вот форма у них так мне нравятся они поэтому туда я не поеду в лес мне не надо я на скутере пальма плоды птички разбирают и летучие мыс мыши лисы тоже ними питаются этими плодами пальмы маленькие кустики большие всякие полно патриоты с флагом астралийским ноги вешают флаг астралии раздули сейчас нектара питающимся птичкам попугаечкам нашим которые они нектаром питаются есть которые семена едят а есть которые нектаром как наши люди люди любят высаживать эти бутылбраш вот растет круглая постриженная гравилии и они все кормят птиц так куда он едет мужик или приехал тут едет а он почту доставил какой-то какой-то курьер ладно тогда концы эти вот эти красные красными верхушками не цвели у нас уже этих людей еще цветут ни одна прохладненько так у них цветение задержалось ну да где лес там прохладнее всегда лес сохраняет прохладу а тут въезд в лес так живут астралийцы мой кто-то едет это этот курьер сюда вернусь обратно в лес хочу просто проеду тут посмотрю что цветет у людей потому что там в лесу уже цветов какие гравилии красивые такие стандартные дикие это вот желтые белые а вот эти они как бы колерованные такие радужная расцветка такие переходы оранжевого глубокому такому розовому о какая красивая а то миленькая такая простенькая тоже гравилия тоже гравилия тут гравилия и тут гравилия такие миленькие ромашечки красота так на все поехали в лес так вот тут поля футбольные закончились закончились тот ручеек такой источных вод а ну источных смысле с улиц стекают грунтовые воды сорока ворона пьет водичку дорога это это корнище поэнсианы они облетают весной весной листья все слетают у них еще вот всю зиму держится стучки засохшие с прошлого цветения а закраснеют они летом уже летом а вот смотрите какая бронелет королевская огроменная зацвела вот некоторые за цветают и пропадают а некоторые дальше растут такая огромная не знаю что с ней будет дальше уже засохли все цветочки все она отцвела а это стейкхорн папоротник древесный так красиво сочетается все сочетается все идем просто по улочке я что хотела сказать в связи с недавней моей этой орхидеи которую я притащила радостно сколько было ликования и даже вечером когда я ее уже стала снимать это все во мне кипела еще это ликование вот простые люди тут живут простые домики простые садики травка должна быть скошена обязательно на улице это дело консула ну местного правителя косить но люди сами косят в основном сами косят в дворике покосят и на улице покосят и соседу еще покосят то и двум так вот прям пройдут с косилкой все покосят так вот что я хотела сказать когда я говорила что не покупала орхидей момента когда расисты на украину напали в 4 часа утра они до сих пор не верят что налетела вражеская орда на нас виде путинских войск и стала бомбить наши города и села киев за три дня они не верят они даже не верят что такое было им рассказывают совсем все по-другому была операция какая-то глупости но короче они ни хрена не знают потому что им все время врут это понятно весь мир знает как оно было но я какие цветочки в отношении того что я сказала что орхидей не покупала и не буду покупать там просто женщина сидит в садике то я ее снимать не буду такой цветной садик красивый это тоже красиво а это типа юниты такие юниты ну townhouse называется дом там на двух допустим владельцев на ту сторону и на другую пожалуйста насадили петуниек всяких садовники тут какие-то живут да так вот я хотела сказать что покупайте если вас это радует если вам это помогает от депрессии то покупайте себе орхидеи конечно же балуйте себя чем-то что вы любите я совсем не имела ввиду что все должны быть как я все люди разные так тут я выключусь и от депрессии могут быть действительно ужасные вещи происходить вот у меня например наступила депрессия все время эти военные новости аналитики все эти бомбежки эти разрушения и у меня наступила реальная депрессия от этого и началась даже экстрасистолия господи ну это вот такое учащенное сердцебиение так сейчас выключу перешла дорогу ну так вот дальше про депрессию это все-таки очень серьезная штука от этой депрессии у меня началась электро экстрасистолия и упало давление очень сильно нет не поднялось а упал у упала смех в общем когда больше ста и больше 70 нижняя то я рада что у меня такое давление это значит хорошее давление о смех а вот и врач говорит не знаю какие тебе таблетки давать а какие домики понастроили еще не благоустроили вокруг не знаю говорить какие таблетки тебе давать ну что у тебя давление низкое шуте давать проверил там почки все что с этим связано может быть все в порядке он говорит значит депрессия виновата значит это именно результат депрессии что тебе давать чем те лечить не знаю будем ждать приема кардиолога так люблю эти кустики они всю зиму все лето осень стоят зелененькие себе а вот под весну начинают краснеть вот такие молодые побеги верхушки вырастают именно новые побеги их стригут для этого красота просто красные кусты ну красные люди живут типа как бы как бы дома на несколько хозяев такие таунхаус таунхаус да тоже а тут дома частные отдельные но так вот что я хотела сказать что дорогие друзья вот садик тоже детский в смысле садик бейхаус или иди кейши так вот раннее воспитание воскресенье сегодня поэтому тишина тут вот новые дома построили конечно же они должны быть белые или светло желтые какие-то такие везде холмы поэтому там дома как бы на возвышенности стоят а сюда ниже ниже туда уходят но есть же куды нибудь но этот новый так вот если вас что-то радует какое-то хобби ваше любимое дело не отказывайтесь от него даже и войну о так страшно слушать что с людьми там происходит просто не верится что такое может быть двадцать первом веке просто головорезы напали на соседнюю страну ах вы нас не любите так мы вам сейчас покажем мы заставим вас себя любить вот такой этот путлер ну и расисты с ним такие же самые мерзавцы которые идут воевать за деньги и убивать людей в соседней стране слушают эти бредни все про украинцев полная мерзота на органы детей продают ну понятно надо нас очернить чтобы легче было согласиться идти нас убивать еще и деньги за это получать в общем как такое может быть никак не могу понять как такое могло случиться с целым народом вот это я хотела сказать по поводу моего не покупания орхидеи ну вот одну купила все таки ухты белые синие вот такие вот надо дома строить теперь эти какие все просто лужайку покосил что-то там какие-то кустики сбоку растут все дела ой а тут розы у них розы а вот какой заросший дворик ну и подстриженные вместе с тем классненький такой вот они и наши пансианы которые красными букетами цветов цветут летом еще не потеряли свою листву как это ни странно о машины надо ждать я очень просто осторожными я боюсь этих машин водителей они непредсказуемые лучше поберечься самому знаете не надеяться что они тебя увидят пропустят а лучше не надеяться скутеристы велосипедисты береженному бог бережет и и сам себя должен беречь вот ну короче говоря что у меня какое лекарство от депрессии это вот прогулки просто я иду смотрю на природу орхидеи тоже радует до цветы но не так как раньше вот что я вам скажу не так как раньше ничего не радует как раньше ничего то что раньше радовала до сначала войны я просыпаюсь сейчас три часа ночи 3.30 это мое обычное время так сейчас проедем вот такие аккуратненькие домики почти все у нас аккуратненькие домики но изредка бывают не как в любой стране всякое бывает это местность которая близко к этому парку к лесу к заливу вот пожалуйста человек на лодке отправляется куда-то а где же то ворона которая на меня нападает или она не тут нападает может дальше туда чё-то я не вижу ее и не слышу должна уже атаковать я и корм приготовила да может дальше она нападает я забыла уже а может отлучиться где-то по делам и не напал поэтому не заметил так где же не лучше перейти а здесь лучше перейти у меня есть корм корм для котов у меня в мешочке да сухой корм для котов а что в нем может быть плохого для других животных там нет соли у меня нет никаких вредностей никаких призер призер ну как это ну понятно поняли ничего плохого там быть не может где же она наверное дальше ой какой эвкалиптище один и второй рядом вырос красивые олочки такие всех заросшие садики не у всех а у многих так скажем многих пальма голубая нравится мне такие пальмы бумажное дерево конечно вот оно вот оно жарко так это довольно таки сегодня но дело в том что везде случаются какие-то катаклизмы и летняя жара была больше обычной у кого-то а у нас да у нас летом тоже было в какой-то момент очень жарко потом пришло потом прошло вот и сейчас еще зима но обещают по двадцать семь двадцать восемь градусов у нас у нас именно в нашей местности которая такая по прохладней в брисбен там больше цемента больше он город большой конечно там теплее жарче то там даже и тридцать один будет вот так вот зимой правда август это уже такая зима это не зима это весна все цветет у нас это уже весна но все равно необычно и для весны будет где-то два-три дня жарких но ночью будет ниже намного естественно низкая температура и просто не ходить не бродить в полдень нигде вот так вот